Здравствуйте! В эфире программа «Навстречу». И сегодня мы поговорим про особенности зимнего туризма в регионе. У нас в гостях Екатерина Сливина, руководитель агентства по туризму Иркутской области. Екатерина Сергеевна, здравствуйте! Добрый день! Предлагаю начать нашу программу с небольшого блиц-опроса. Сова или жаворонок? Сова. Чай или кофе? Кофе. Путешествие или книга? Книга. По земле, по воде или по воздуху? По земле. По земле, надежнее. Путешествие по России или по миру? По России. Все-таки по России. Надо изучить родную страну. Мы сегодня поговорим про зимний туризм в Иркутской области. Вообще, за последние пять лет это направление активно развивается. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, что это связано с тем, что у нас есть озеро Байкал с его красотами, со льдом Байкала. И то, что сделали наши туристические компании, сформировали вот этот продукт, связанный с окном Байкала, и очень активно его начали продвигать везде, это сыграло свою роль большую. Плюс начала развиваться инфраструктура туризма именно для зимнего туризма на Байкале. То есть, если посмотреть, еще лет 15-18 назад отдельные только туристические базы на Байкале, они предлагали возможность у себя размещения. Они работали в основном только летом. И вот за вот этот длительный период произошла перестройка кардинальной инфраструктуры на Байкале. И сейчас как бы больше 300 баз, которые есть в Иркутской области, они могут принимать как летом, так и зимой. Я имею в виду сейчас только вот побережье Байкала. И плюс к этому очень стало популярное, так скажем, все это начало развиваться с развитием соцсетей. Стали популярны Инстаграм. Очень много блогеров к нам приезжает. Как раз, мне кажется, вот еще лет 5 назад, когда он только начал раскручиваться как социальная сеть. Ну, и вот эти все красивые виды зимнего Байкала, волшебных ледяных пузырьков на льду Байкала, наплески, удивительный лед в разных ипостасях. Вот это привлекло, конечно, очень большое внимание туристов. Стали приезжать блогеры, фотографы и профессиональные любители. И, соответственно, это вызвало очень большой интерес. Я считаю, что в первую очередь мы, в том числе, развить вот такой большой интерес потребителям, он связан с тем, что сейчас у нас очень активно все пользуются соцсетями. А мы в первую очередь этим привлекли россиян или иностранцев? Ну, я думаю, что у нас повысилась однозначно узнаваемость среди россиян. И если посмотреть, допустим, опросы, которые проводил в ЦИОМ, то Байкал – это одно из самых желанных мест для посещения в России, именно среди россиян. И как бы не просто так, я так полагаю, что это, во-первых, уникальный сам по себе объект, ну и потом он очень популярен и красив, и он фотогеничен, так скажем. Поэтому это, в первую очередь, это россияне. Иностранцы тоже. Иностранцы тоже. Очень большая была работа проведена по продвижению на зарубежных рынках. Ну, вообще, все, что связано с продвижением, это не дело одного года. Это многолетняя большая работа. Среди иностранцев Байкал стал популярен, допустим, ну, как пример могу привести два примера таких очень ярких. Первый – это когда французы сняли фильм, связанный с Байкалом. И, соответственно, у нас сразу пошло увеличение потока туристов из Франции на Байкал. Или, значит, один из известнейших молодых исполнителей, на тот момент молодых исполнителей из Китая, популярный именно в Китае, он спел песню про Байкал, о том, что он встретил на берегах Байкала свою любовь. И, соответственно, что тоже способствовало увеличению потока китайцев, китайских туристов именно на Байкал. Вот такие вот моменты, они тоже помогают узнаваемости и продвижению региона. А кроме Франции и Китая откуда к нам едут? Традиционно у нас вообще еще есть туристы из Европы, из разных стран, из Германии. В связи с тем, это связано с тем, что очень много европейцев, у них одно из путешествий, мечты, так скажем, жизненной – это путешествие через всю Россию по Транссибу. А Иркутск, он как раз стоит на Транссибе, у нас есть Крукобайкальская железная дорога, поэтому обязательно пункт посещения – это Иркутск, это Байкал и Крукобайкальская железная дорога для таких туристов. Раньше, когда у нас были открыты границы, не было пандемии, коронавирусной инфекции, к нам приезжали туристы поездами, иностранцы. А как еще повлияла пандемия на туристический бизнес? Надо сказать, не очень хорошо она повлияла. Не зря в России туризм отнесен к 11 пострадавших, наиболее пострадавших отраслей экономики от пандемии коронавирусной инфекции. Безусловно, повлияло и очень тяжело нашему бизнесу дались вот эти вот два, можно уже сказать, года, связанных с пандемией. Тем не менее, мы научились работать в новых условиях. У нас есть определенные ограничения, определенные требования к своей деятельности, которые утвердил и Роспотребнадзор, и Федеральный. Мы на уровне региона также принимаем свои решения. С одной стороны, мы ограничиваем, с другой стороны, даем возможность работать в новых условиях, таких непростых, так скажем. Нам пришлось переориентироваться на нашего туриста, потому что кто-то открыл для себя Байкал именно в прошлом году. Очень много туристов из других городов страны приезжали к нам и, возможно, не приехали бы, если бы не были закрыты границы. Мы переориентировались на них? Да, безусловно, переориентировались. Конечно, у нас в основном даже вся инфраструктура, она была, так скажем, заточена, если можно так выразиться, под приемами иностранных туристов в первую очередь. Вот. И тот турист, он был совершенно другой. Это активный путешественник. Они либо путешествовали самостоятельно, либо в группах. И, соответственно, вся инфраструктура, она была вот такая вот для одноместного, двухместного размещения туристов. Так как сейчас кардинально изменился турист, который к нам приезжает, это в первую очередь россиянин, соответственно... Семья. Семья. Да, мы же путешествуем с детьми. У нас совершенно по-другому свои отпуска формируются, да, количество дней пребывания другое, нежели у иностранцев. Больше пищи? Оно больше. Это раз. Во-вторых, это дети, которые с нами путешествуют. Ну и тут, соответственно, наши предприниматели столкнулись с тем, что инфраструктура-то не приспособлена для приема семейных групп. И вот за последний год, за последние полтора года идет перестройка инфраструктуры, номерного фонда, да, именно для того, чтобы было удобно с детьми размещаться. Вот по поводу портрета туриста, который сейчас. И, значит, ответ на вопрос такой по поводу, приехали ли те, кто откладывал действительно поездку на Байкал. Мы всегда гордились тем, что у нас Байкал узнаваемый, но, тем не менее, понятно, что такие поездки по стране, они откладывались, потому что заграничные поездки, они были, так скажем, более доступные. Очень много чартных рейсов летало и прямого авиасообщения связывало там Россию с другими странами. У нас только в одном Иркутске, как минимум с 18 городами Китая мы были связаны, а с Кореей, с Японией, с Монголией, то есть вся Юго-Восточная Азия, это как раз вылеты были из Иркутска. У нас один из немногих городов России, у которого такая была широкая маршрутная сеть с другими городами мира. Конечно, люди, которые принимали решение выезжать, сейчас они больше за границу, сейчас они в условиях этой нестабильности путешествуют по России. Это как раз время наступило для развития внутреннего туризма. Поэтому наша страна на это обратила внимание, органы власти разных уровней обратили внимание. И также за последние полтора года кардинально изменились подходы к развитию туризма в стране, создан отдельный национальный проект по развитию туризма, туризма индустрии гостеприимства. И мы думаем, что вот эта вся ситуация, она будет именно, развернет российского туриста и оставит его в нашей стране. А тем более столкнулись еще мы сами с тем, что мы как просто жители, я сейчас как никак чиновник говорю, да мы сами плохо свою страну-то знаем на самом деле. И все большинство поездок, которые совершались гражданами нашей страны, это либо деловые цели, командировки, либо с частными визитами куда-либо, либо, соответственно, это может быть пляжный отдых в традиционные пляжные направления нашей страны, это Сочи, Крым и тому подобное. Вот такие вот, когда и так ездили, но даже сейчас в разы увеличился поток вот в эти направления. Тем не менее, Байкал, он остается в приоритете для желания посетить вот это место. Мне кажется, вопрос связан как раз с доступностью туризма по России. Вот для того, чтобы приехать на Байкал, это нужно не только купить билеты, забронировать гостиницу и придумать себе развлечение, да, на это время. В первую очередь все туристы, с которыми я разговаривала, говорят о том, что нужно закупить зимнюю одежду. А это ведь немало, это такие финансовые вложения. То есть уходят, ну, большие действительно деньги у людей из центральной части страны, которые к нам приезжают, у них просто ее нет. И приходится закупаться обувью, то есть какими-то пуховиками, шапками. Ну и другой вопрос. Ведь действительно дорого отдыхать на Байкале? Ну, да, действительно, цена как бы она не дешевая на отдых. Это связано с определенными моментами, которые присутствуют только у нас на Байкале. Я сейчас говорю не только за Иркутскую область, но и за Республику Бурятия. То есть у нас Байкал – это уникальный объект. Есть отдельный федеральный закон даже об охране озера Байкал. Есть требования к ведению хозяйственной деятельности. Они гораздо выше, чем в других регионах. Это осложняет работу туристической отрасли, да, вы имеете в виду? Безусловно, в разы стоит дороже обслуживание турбазы и гостиницы для собственника и для предпринимателя, кто работает. Потому что очень много средств уходит именно на обслуживание самой турбазы. То есть это цены продиктованы, да? Продиктованы, да. Обстоятельства. Продиктованы, да. Продиктованы обстоятельства. Причем в разных локациях цена там по-разному, может быть, чем удаленнее или чем труднее доступность или чем, допустим, сложнее вывести там мусор или отходы там жизнедеятельности, там жидкие бытовые, твердые бытовые, тем, соответственно, это дороже в обслуживании для собственника. Поэтому на Альхоне отдых, он стоит гораздо дороже, потому что вот эта вот цена, она формируется в том числе из этого. Ну да, машины, например, могут с жидкими бытовыми отходами только по льду ходить, а пока лед встанет, и вот это тот период самый сложный для гостиницы. Да, ну там ходит, допустим, паромная переправа, но тоже до определенного времени они передвигаются. Есть какой-то вот этот промежуток? А есть промежуток, да, безусловно. Ну и потом у них полигон находится достаточно почти там, ну, вот под 100 километров, если я не ошибаюсь, там ближайшие эти полигоны от самой турбазы могут находиться. Соответственно, как бы вот это все очень достаточно дорого. Мы знаем эту проблему о том, что цена на Байкале формируется так, и она не может вот априори быть совсем дешевая. Вот, к сожалению, пока вот это так. Но все зависит от инфраструктуры, которая будет создана. Чем будет лучше логистика выстроена, дороги, канализационно-очные сооружения созданы для того, чтобы не было мусора на берегах Байкала, чтобы было удобно утилизировать вот эти все отходы. Тогда, соответственно, это все по-другому будет и выглядеть, и стоит. А жители Иркутской области поехали на Байкал или для нас это все же недоступный какой-то объект? У нас на самом деле больше возможности отдохнуть на Байкале, чем у других регионов. Я хочу сказать, потому что мы передвигаемся в основном на машинах. Это раз, то есть с точки зрения логистики. Убирает уже перелет. Да, ну то есть перелет у нас уже не попадает. И потом у нас есть любители отдыха, так скажем, на природе, которые в специально отведенных местах ставят палатки, или там они традиционно много лет отдыхали именно в этих бухтах Байкала. Но это все же про лето, а вот про зиму-то так не сказали. Ну это да, это касается летнего отдыха. Про зиму, безусловно, это только турбазы, которые обустроены для работы зимой. Мы сейчас в основном, конечно, говорим про Байкал. А вообще Иркутская область может предложить еще какие-то варианты? Если у людей, тем более вы говорите, много дней отпуска, возможно, в какой-то момент им захочется как-то сменить локацию. Что мы можем предложить? Мне кажется, с этим, если вернуться к иркутянам или жителям региона, мы с этим столкнулись сами, когда началась пандемия. И у нас, так скажем, возможности выехать даже за пределы региона одно время вообще никакой практически не было. Да, Бурятия была закрыта, локдаун. И как бы эти авиаперелеты тоже непонятные были, и потом ты вернешься сюда, и ты сможешь в обсерватор попасть на две недели. Ну и, соответственно, очень стояло, если это вернуться к 2020 году, очень стояла очень теплая весна, жара прям такая в мае установилась. И мы поехали все сами, получается. И когда у нас большинство наших жителей, они проехались по основным локациям, и стало как раз вот вопросом. Но мы здесь были уже, и невозможно все время на каждые выходные ездить в одно и то же место. Или там Байкальск, или в Листвянку, или в Большое Голоусное, или на Ольхоны, на Малое море. То есть, а что еще есть? И вот тогда как раз появилась, ну, как бы она всегда была, это вопрос стоял о том, что у нас Иркутская область, это далеко не озеро Байкал, а у нас еще есть прекрасные места, интересные, неизведанные. Тогда люди поехали на Шишкинские писаницы, в Качукский район, и поехали на другие территории. Вот в этом году мы, допустим, проработали маршруты с муниципалитетами. Такой проект Турдесант есть, это Золоринский попал в него район, Усольский район и Черемховский район. Что там можно сделать? А зимой туда можно ездить? Зимой можно, безусловно. У нас очень на удивление, когда мы посмотрели календарь мероприятий, ну, это еще было до пандемии, что же делать на новогодние каникулы, они же длинные, что мы можем увидеть? И мы увидели, что в основном мероприятия, которые проходят, связанные со святками, с колядками, с рождественскими всякими праздниками, они проходят именно в сельской местности, и это далеко не побережье озера Байкал. То есть наши селы и деревни, они на самом деле очень активно проводят разные мероприятия, связанные именно с новогодними праздниками. Город Свирск, прекрасный город, у них разработаны как летний, так и зимний маршрут с переходами по льду реки Ангара. У них проходят также мероприятия, всякие гастрономические, например, там пельмень, свирский пельмень. Да, да, да. Уже на слуху. Да, да, да. Ну, то есть они проводят и праздники, они проводят и мероприятия, и есть какие-то новые интересные, то, что вы еще не видели. Например, если вернуться к Свирску, там есть уникальнейший музей мышьяка, аналогов, которого в нашей стране вообще нет. Звучит страшно немножко, да? Ну, оно звучит страшно, очень интересная на самом деле там и история самого предприятия, история вот этой вот катастрофы, которая там произошла, и заражение территории, о том, как ее героически преодолели. И, соответственно, к чему они сейчас пришли. Свирск совершенно поменял свое лицо, и просто было очень радостно за то, что они сделали в том числе одну из ставок своего развития на туризм. Вот, очень, есть у нас как минимум семь горнолыжных трасс в регионе, которые также пользуются популярностью у людей. Алха, в Байкальске, и в Байкальске, и вообще, и в Иркутске есть, да, несколько, и в Братске у нас также есть. Поэтому, на самом деле, мы сделали календарь событийных мероприятий. Можно посмотреть все события, которые будут проходить в течение следующего года. Он размещен на сайте агентства по туризму, и там прямо с января расписано все. Традиционно у нас зимой будет проходить наше любимое мероприятие, которое, кстати, и развило, на самом деле, я считаю, способствовало развитию зимнего туризма на Байкале. Это «Зимняя ада», международный Байкальский фестиваль зимних игр, с которого, в принципе, и началось, так скажем, триумфальное возвращение зимы в туристическом продукте региональном. Вот, в этом году, в 21-м году, получается, очень большой популярностью пользовались и известностью, в принципе, большой резонанс дали такие мероприятия, как, например, хоккей на льду с Вячеславом Фетисовым. 8 марта прошло. Традиционно в Листвянке проходит фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале». На Альхоне и Альхон Фест. В этом году они еще хотят сделать привязки с гастрономическим фестивалем. В Байкальске также, помимо катания с горы, вы можете в мероприятиях различных. Сам город Иркутск, они понимают о том, что большой очень трафик идет туристов через город, но, к сожалению, не было разработано ранее таких программ, чтобы позволило задержать как можно дольше туристов в городе. Вот сейчас они, туристко-информационный центр города Иркутска, переработали программы. Они подготовили зимние программы для туристов, можно прийти в туристко-информационный центр и получить там всю информацию. В том числе у нас открылись там новые, допустим, банные комплексы. Поэтому на новогодние каникулы вы можете как и погулять хорошо на Байкале, на берегу Байкала, или за городом, или приехать в сельскую какую-то местность на праздник сельский, связанный там с Рождеством. Так, поесть вкусной еды и, соответственно, активно, допустим, скатиться с горы. Условно. Есть ли задача задержать туриста в Иркутске? Да, безусловно. Есть такая задача. Мы ее себе поставили. Активно начинаем работать с городом Иркутском. По продвижению сейчас у нас вышла, так скажем, целая серия прошла маркетинговых мероприятий. У нас вышло несколько статей, именно связанных с зимним иркутским. Что здесь увидеть, посмотреть, попробовать. И интересного, и необычного. В Москве был запущен федеральным агентством по туризму туристический поезд метро, который по сокольнической ветке ходит. Как раз там, среди регионов России, которые представлены на этом поезде, там есть отдельный вагон, посвященный Иркутской области, именно зимнему туризму в Иркутской области. Открылась выставка на Арбате, где рассказывается про сказочных героев России. И вот здесь, конечно, мы с удовольствием поучаствовали в этом мероприятии. И у нас есть такой замечательный сказочный персонаж, как Байкальский Дед Мороз. И он там представлен. В том числе разработаны аудиоэгиды, сказки, связанные с этим персонажем. И любой желающий на Арбате может по QR-коду подойти, скачать и прослушать сказку про нашего Байкальского Деда Мороза. Черемховский район, я уже говорила сегодня о том, что мы с ними активно начали сотрудничать. И вот еще в прошлом году они открыли себе резиденцию Бельского Деда Мороза. И вообще всем советую съездить в село Белиск как раз в эти новогодние каникулы. И, во-первых, посмотреть историю нашего региона. Там замечательно сохранившийся есть острог. Один из немногих сохранившихся, настоящих. То есть времен освоения Сибири казаками. И, соответственно, посетить резиденцию Бельского Деда Мороза. Есть в Куйтунском районе, если я не ошибаюсь, резиденция Бабы-Яги. По Дыркутскому есть также сад чудес, где тоже можно со сказочными персонажами встретиться и ребятишкам хорошо, и взрослым интересным. Ну а для взрослого, так скажем, контингента в Листрянке в этом году разработали новые снегоходные маршруты. Мы традиционно знаем, что там можно покататься и на собачках, и на конях. К этому году еще новые маршруты на снегоходах добавились. Вот, ну и, безусловно, Куркобайкальская железная дорога, поездка тоже в хорошем, комфортабельном вагоне, всей семьей, с остановками, с экскурсиями. Мне кажется, украсит отдых нашего жителя, жителя нашего региона полноценно. И вы можете насладиться, вот, каждый день можно выстроить новый маршрут, куда вы поедете со своей семьей отдыхать, и что можно, чем заняться в Иркутске, и не только в Иркутске. Куркобайкальская железная дорога также доступна и зимой для туристов. Да, да, зимой у нас несколько туристических компаний формируют и продают продукт, связанный с посещением Куркобайкальской железной дороги. Есть и с питанием, и без питания, и экскурсоводы, и как раз возле Куркобайкальской железной дороги, там, видимо, это связано с особенностями лепотечения, или что. Там очень редко можно найти, конечно, места, связанные с гладким вот этим льдом, но там зато есть... Который на фотографиях. Там зато есть совершенно другие локации для фотографий, это Торосы, там Торосы ломают. Ну и, безусловно, если вы хотите сняться на льду Байкала, это, конечно, Большое Галоусное, это деревня Буглюдейка в Ирхонском районе. Ну и, мне кажется, все Малое море с его наплесками, грудами, ледяными, это вот все. Большое Галоусное, приезжайте, фотографируйтесь и выкладывайте в Инстаграм с хэштегом Байкал и живи на Байкале, ну и там отдыхайте на Байкале, например. Чтобы привлечь внимание к тому месту, где мы вместе с вами все живем. Екатерина Сергеевна, спасибо большое за интересный разговор. Мы убедились, что в Иркутской области есть где отдохнуть зимой, и это не только Байкал. Это была программа «Навстречу». До новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин